Слава Украине! Героям слава! Привет всем от Полонского! Так вот, хочу напомнить, что вчера на так называемой России, на Москве, был такой, знаете, частичный блок-аут, то есть без света осталось несколько микрорайонов, бац, вот так вот, и остались без света, и долго там сидели без света, и лифты поотключались, и уличное освещение, вообще всё, всё на глушман, всё отключено было, да? Что к этому привело, как вы думаете? Вот и я об этом. Боевые гуси, или боевые муравьи, или видеоизменённые майские жуки, точнее, биоизменённые, да? Биоизменённые такие злобные майские жуки, которые всех кусают даже в ноябре, вот, или перегрызают там какие-то расистские коммуникации, и вот о чём, что если расисты думают, что вот эти неприятности со светом, они только у нас, но они глубоко ошибаются, кстати, видео и фото с этими блэкаутами московскими, они у нас, ссылочки на телеграмм, пожалуйста, проходите в описании к этому видео, смотрите на нашем телеграмм-канале, замечательное видео, ну, правда, вчерашнее, тем не менее, я ещё не подошёл к основному, а только что вот в трёхвысотных башнях Москва-Сити резко пропало электричество, от слова вообще, куча народу зависла в лифтах, там высокоскоростные лифты, происходит эвакуация этих башен, башна там каждой этажей по 50, наверное, там здоровые башни такие, ну, а в Киеве тоже несколько штук таких вот есть, но дело не в этом, тоже никто не знает, вот случайно взял, а вчера что-то там всё, вот, пол Москвы отключилось, сегодня вот Москва-Сити что-то накрылась тапочком без света стоит, ну, я не знаю, нет, не мы, это не мы, мне кажется, это вот, это то ли Курская Народная Республика сердится за что-то на московских оккупантов, то ли Белгородская Народная Республика что-то не поделилась с московскими этими бандитами и как-то пытается на них воздействовать, с моей точки зрения вещи выглядят именно так, но, ещё раз повторюсь, если кто-то думает, что у него всегда будет свет и что у него инфраструктура неуязвима, то он очень глубоко ошибается, всё уязвимо, нет ничего неуязвимого, особенно у вас, у шлаперов, у вас там за бутылку водки любой родину продаст, а если две бутылки водки дашь, так ещё и маму и жену отдаст, понимаете, поэтому, скажем так, вот код подтверждает, мяу, железно, да, поэтому я бы на вашем месте всё-таки трежды подумал и прислушался бы к вот таким подтверждениям, которые сверху идут, с неба идут вам подтверждения, что не надо вот это делать в Украине, потому что, ну потому что у вас всё может быть то же самое, только гораздо-гораздо хуже, вот, особенно, особенно это будет неприятно, если это всё случится во время гражданской войны, которая начнётся у вас, кто это знает, все под Богом ходим, сегодня вы думаете, что вы такие великие, могучие, а завтра у вас нет свету, нет воды, нет газа, унитазов тоже нет. Слава Украине!